Привет-привет дорогие друзья, с вами Amway921 и в этом видео мы поговорим про британский средний танк 9 уровня Centurion Mark 7-1. Он уже довольно давно обзавелся HD моделью, аж в патче 0.9.0, в новом рубеже так называемом и правда очень приятно ее разглядывать, модель клевая и интересная. Клевая такая сетка сзади башни, интересная форма траков, царапины на экранах по борту тоже клевые доставляют и такие вмятины на подкрылках, все это конечно офигенно, если не принимать во внимание то, что у танка понерфили броню башни при этом, не изменив никак все остальные характеристики. Об этом мы поговорим позже по ходу видео, ну а прежде хочется отметить, что это последняя британская СТшка, у которой остаются хэш-фугасы. Что такое хэш-фугасы? Это голдовые боеприпасы, то есть у танка есть обычные подкалиберы и эти вот хэши, они дорогие, отличаются от обычных снарядов тем, что имеют повышенный урон 480 против 390 и высокое бронепробитие. Например, у будущего СТ-10 в Британии Центурион Акшн Икс никаких хэш-фугасов уже нету, то есть у него обычный набор СТ-10, это подкалибер, это кумулятив и обычный фугас уже без каких-то распрекрасностей, то есть голдовые боеприпасы кумули. Ну а Центурион 7-1 будет это все пока какое-то время и, судя по всему, возможно долгое наследовать. Что изменилось в броне башни? Сильно понерфили, ну не то, что прям совсем радикально, но ощутимо. Понерфили броню башни, все остальное без проблем, осталось такое же, как было. Лобовая плита башни стала тоньше на 13 мм, щеки башни по бортам и ком башенка похудели на 23 мм и маска местами уменьшилась на 48 мм. То есть если и раньше лоб башни Центуриона 7-1 это было единственное место, которым он реально мог чего-то отбивать и как бы, ну не то, чтобы на это всегда рассчитывать, да, но хотя бы иметь какой-то шанс, что ты вылезаешь там из-за рельефа и своими отличными углами вертикальной наводки, пушка опускается вниз на 10, ну как бы не получаешь в лоб. Единственное, пожалуй, когда получал в лоб этот Центурион, это когда его пробивали в такую вот наклонную поверхность на уже стык крыши башни и передней плиты. Такая челочка типа, там чуть более чем 50 мм брони и при ленке там кот наплакал. Теперь же и вообще во всех остальных местах у башни стало дырявенько. Не то, чтобы прямо все и каждую пробивают, но десятки пробивают с завидным постоянством и это печалит. Иначе говоря, как бы единственная фишка этого танка и возможно единственное его преимущество перед его всеми коллегами СТ-9, то, что он немного бронирован. Именно поэтому он самый медленный, именно поэтому у него самый худший ДПМ, именно поэтому, именно поэтому, теперь как бы эта фишка растворилась в пространстве. Ну точнее, она убавила шанс срабатывания. Это не очень хорошие новости. Ну и вкупе ко всему к тому же, что все эти хэшфугасы сами по себе, как бы тоже якобы изюминка, она, ну так, не то чтобы она утратилась, она и не была никогда. Почему? Потому что хэшфугас хоть и пробивает 210 мм, ну то есть в лоб и в по бортам. Он пробьет слабых противников, по бортам и вовсе всех. Если, конечно, попадать именно в борт. Попадаешь в экран, урон меньше. Попадаешь в орудие, урон меньше. Попадаешь в гусли, урон меньше. То есть, вообще, он может быть там 100 очков, это не серьезно. Вот, например, сейчас у ИС-8 хп, ну, довольно много, да. Первый раз я стреляю по нему подкалиберном, остается у него довольно много хп, альфа может не пройти, и я заряжаю хэш. И сейчас, правда, СТ-1 мешается в прицеле. И вот сейчас, как бы добивая парня, 482 урона вылетает. Кумулем, в смысле, не кумулем, а подкалибером точно бы альфа не хватило. А так, хэш сканал. Это единственное, когда его можно использовать. Правда, тут приехал бейсболист СТ-1, взял так просто орудием и отбил снаряд, спас парня при этом. Ну, не то чтобы спас, но я его не забрал. Ну, бог с ним, забавная просто ситуация. То есть, как бы, хэш-фугас, это слабо реализуемое преимущество, да, в отличие от обычных кумулей у других танков. Имею в виду, что, ну, кумуль, все понятно, да, он также теряется во всяких там экранах, в гуслях, в орудиях, и не секрет, ну, по крайней мере, он в основную броню подпадает, пробивает те же, там, СТ-1 и, там, С-4, ИСа-7, например, вероятнее всего, пробьет броню. Здесь же нет. То есть, единственная фишка хэш-фугасов, это то, когда ты с врагом где-то месишься совсем, возможно, в упор, и имеешь выбор, куда стрелять, и, как бы, точно знаешь, куда полетит снаряд, чтобы он не залетел в гусли, и залетел в вышеназванные всякие там части, которые вызовут разрыв его снаружи, и вот он будет наносить повышенный урон. То есть, без хэш-фугаса, только на подкалиберах, у нас ДПМ 1950, самый маленький среди всех СТ-9, самый маленький, 1950. С хэшами он становится 2400, но слабореализуемый. Вот по кому ты там хэшами будешь стрелять, высота этого, например, в борт ему, да там у него подкалибер-то он не пробивает, у него там столько всяких сборта элементов, и гусли, и фальшборд, и всякое такое. То есть, вероятность их эффективного применения, она около нулевая. Именно поэтому, наверное, FV4202 не все любили. А сейчас у Центуриона ActionX не будет этого такого, в кавычках, достоинства, да, будут нормальные голдоснаряды, кумули всем привычные, и с ними будет, ну, очевидно, проще играться, чем без них. Ну, с хэшами все понятно, а также понятно то, что у Центуриона 7-1 очень и очень низкий урон в минуту. Перезарядка одной пульки вообще без оборудования занимает 12 секунд, а с досылателем и с боевым братством чуть-чуть за 10. И это самая большая беда. На этом танке никуда врываться нет никакого смысла, потому что пока ты один раз выстрелишь, и пока дойдет дело до второго, почти каждый тебе два раза накинет. И это печально, потому что у танка еще и боеукладка во лбу там где-то в корпусе, и вылетает очень часто эта боеукладка, и, в общем, танк проблема. Реально, вот, пресловутое очередное определение танка, танк второй линии, это играть как ПТ, но вот если про кого-то и реально можно, так сказать, на 100%, то это именно вот процентурион 7-1, это реально ПТ-шка с башней, она не самая мобильная ПТ, хоть у нас и довольно высокая удельная мощность, 18.3, ну, хоть не рекордная, конечно, не совсем уж такая прям высокая, но могло быть и сильно хуже, максималка 40, она губит все. Как бы ты быстро не пилил, ничего не сделаешь с такой максималкой, и если вот где-то вот встал уже, то и не уйдешь никуда, как вот здесь. Куда здесь можно было уходить? Отовсюду расстреляли, и ничего хорошего не вышло. Ну, хотя бы перед смертью там, подстреливался как следует. Иными словами, этот танк реализуется только с дальней дистанции, а в нашей игре этих возможностей все меньше и меньше с каждым патчем, поэтому, ну, скажем, это очередной такой гвоздь, да, в этот танк, что, ну, он реально непростой. И я вот потел в него, потел, играл на нем, играл, то какой-нибудь там артиллерист ББшкой попадет на полторы тысячи, то еще какая-нибудь хрень случится. Ну, в общем, я не фанат этого танка далеко, и самым лучшим его уж близко не считаю. Однако у него есть кое-какие плюсики. Хоть у него и не такое быстрое сведение, 2-3 секунды, но, с другой стороны, оно почти у всех, и СТ-9 такое, зато точность хорошая, 0.32, то есть реально танк для дальней дистанции. Он один из тех, что называется, снайперов. Плюс базовый обзор 410 метров, как у Паттона, тоже клево. И если вот так вот взять просто у вас, скажем, прокачанный, вот БК опять вынесли, кстати, если так взять и посадить сюда экипаж обученный на всякие там эти обзоры, плюс всякие там бонусы командира, то можно сэкономить, например, на третьем модуле, и не ставить оптику. Если у вас прокачанное пожертвование, как пример, то можно воткнуть сюда какой-нибудь там расходник голдовый, и иметь хороший обзор без оборудования, и поставить туда что-нибудь полезное, то есть досылатель, там, например, приводы наводки и стабилизатор, чтобы быть таким еще мощнее, быстрее сводиться, чаще попадать, или вентиль, тоже будет круто. Ну, в общем, самое-то главное и самое интересное, что я вообще не об этом хотел поговорить в этом видео, а о том, что ведь уже стала более-менее известна подробность, по которой будут менять FV-4202 на премтанк. Ну, и все уже в курсе, да, что вместо 10 уровня FV-4202 будет Centurion Action X. Да, все уже миллион раз об этом слышали, Иван Гареев вам его показал. А вот, что будет с FV-4202, его переведут в премтанки, и он будет первой британской высокоуровневой премиумной восьмеркой. При этом условия его получения бесплатного, все как бы ждали, и вот разрабы заанонсили, что они будут до конца известны только лишь 19 января. 19 января, я бы коломанная, сколько, кажется, нужно ждать. Но, однако, FV-4202 на Centurion Action X поменяют уже во время выхода ближайшего патча. Во время выхода. То есть, если он у вас исследован и не куплен, то будет исследован и не куплен Action X. А если FV-4202 в ангаре стоит, то будет Action X стоять. И будет как раз возможность к 19 января попасть в эту вот, скажем, серию боевых задач. Ну, не то, чтобы попасть. По крайней мере, они как бы будут для вас активны. И вот разрабы пишут в новости, что если до 19 января в вашем ангаре окажется, FV-4202, ну, или уже Centurion Action X до 19-го, то есть не на момент выхода патча, а еще позже. И сильно позже. То и в этом случае вы будете иметь возможность выполнить все эти боевые задачи и огрести прем-танк, этот британский себе, в ангар. Да, прошли времена, как бы, совсем уж прямо радостной халявы, когда, ну, вот так сейчас помню, когда Т-34 там двигали влево-вправо. Он вообще бесплатно раздавался всем. Первый, последний раз была такая халява, судя по всему, в этой игре. Теперь же все. Боевые задачи и же с ними потеть и нагибать. Условия, повторюсь еще раз, неизвестны. Разрабы анонсировали лишь только эту дату, которая прольет свет на конкретные боевые задачи. Ну, а пока время до этого дофига и больше. Можно более чем неспешно качать эту британскую десятку, которая Центурион Экшен Икс, сбивать, например, Икс-2 каждый день и большего, наверное, темпа не нужно, чтобы раз в денек сыграл, звезды сбил, да, и кинуварю уж точно рано или поздно заисследуется танк и можно потом его будет покупать. Или не покупать, кстати, в зависимости от того, что вам нужно и какие будут условия, кстати, боевой задачи. Но разрабы пишут, что в ангаре должен стоять Центурион Экшен Икс, чтобы иметь доступ к задачам. Поэтому, наверное, все-таки купить его нужно будет, иначе как бы не по-картофельному было бы. Никакой халявы, чтобы уж совсем, чтобы ты еще 6 миллионов потратил на танк. Ну, в общем, вот такие вот дела. Сам уже Центурион Сепдрюб-1 наша тема сегодня. Танк уныленький, врываться на нем скучненько, ПТ жить негденько, и поэтому мне он ненравненько. Ну, надеюсь, это я единственный, кому он не нравится, и вам хотя бы он нравится. Но если вам уж видео понравилось это, то полюбасу жмите лося, подписывайтесь на канал. Всем без исключений совет, ну и приятного аппетита всем, если вы поели или собираетесь. Всем пока!